МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши информационная программа Республика. В студии Юлия Важенина. Смотрите сегодня. В рамках окружного проекта Волга-Янзы в Китае открылся российско-китайский молодежный форум. Инновации в медицине в Республиканской клинической больнице провели уникальную операцию. Родные мотивы глава Чуваши встретился с участниками традиционного кокелевского пленера. Сегодня в Китае в городе Чиньша начал работу шестой российско-китайский молодежный форум в формате Волга-Янзы. В масштабном мероприятии принимают участие более 130 представителей студенческой молодежи из высших учебных заведений Приволжского федерального округа. Нашу республику представляют 8 студентов из разных вузов. На протяжении 10 дней российские студенты будут знакомиться с работой местных университетов, высокотехнологичных предприятий, прослушают лекции ведущих китайских ученых, узнают историю и особенности национальной культуры. В рамках форума пройдут круглые столы, творческие встречи, концерты, спортивные соревнования. Кроме этого состоятся тематические площадки «День России» и «День Китая». На молодежном форуме работает наша съемочная группа. Подробности в следующих выпусках. Чувашия глазами художников России и Беларуси. Уже почти две недели в селе Тархан и Батаревского района работает 13-й Кокелевский международный пленэр. Сегодня глава республики встретился с его участниками. От Тихого океана до Западной Европы. В этом году география пленэра широка, как никогда. Впервые в нем участвуют мастера из Хабаровского края и республики Хакасия. Они не только рисуют сами, но и помогают юным художникам освоить азы изобразительного искусства. «Для вас историческое это событие, что такие личности приехали, подсказали вам, как рука правильно должна там работать, так ли? Вам было приятно? Да, очень. Да? Очень? Пленэр посвящен сразу двум знаменательным датам – столетию со дня образования Чувашской автономной области и 140-летию со дня рождения Алексея Кокеля. Он один из первых Чувашей получил профессиональное художественное образование. Место проведения пленэра выбрано не случайно. Именно в селе Тархана родился именитый художник. Теперь ежегодно мастера кисти рисуют окрестности села. Светлана Врублевская приехала в столицу Чувашии впервые. Очень впечатлило такое качество, как хлебосольство, щедрость, такая доброжелательность, доброта. Мне кажется, что это качество как раз роднит Чувашей с белорусами. Они немножко, два народа немножечко похожи. И, конечно, очень удивило такое потрясающее трудолюбие людей. Пленэр подходит к концу. Позади знакомство со старинным селом, его людьми, мастер-классы для будущих художников, экскурсии в столицу республики и город Алатырь. Отчетная выставка покажет, что останется в памяти от малой родины знаменитого живописца. Перевод 65 гектаров земель в Чебоксарском районе из категории сельскохозяйственных в промышленный. Для размещения складского комплекса, оформленный постановлением правительства, вызвал дискуссию в обществе. У сторонников и противников свои аргументы. Один из самых распространенных слухов, якобы теперь участки, сменившие юридический статус, могут продать. Вот как комментирует ситуацию министра юстиции и имущественных отношений Наталья Симофеева. В избежании каких-либо махинаций в этом вопросе правительство уже на этапе принятия постановлений по изменению категории предусматривает и указывает для тех же органов, регистрирующих ведущих соответствующий кадастр, что вид разрешенного использования собственником в данном случае заявлен под промышленно-складской логистический центр. Республика и правительство здесь как раз именно подстраховывает в том числе и тоже население в избежании этих махинаций. И поэтому говорить о том, что постановление каким-либо образом не учитывает мнение населения, это не объективно, не обоснованно, просто потому что правительством как раз созданы те условия, чтобы не просто мнение населения было услышано, оно было услышано правильно, объективно и учтено при последующих действиях. В республике идет второй укос трав, а в некоторых районах уже приступили к уборке овощей. К 15 июля на полях республики многолетние травы скошены на площади почти 80 тысяч гектаров. Заготовлено более 66 тысяч тонн зерна. Плановые показатели уже выполнены в четырех районах Канажском, Козловском, Порецком и Урмарском. Началась уборка капусты, раннего картофеля в числе лидеров Козловский район. Инновационные технологии в медицине. В республиканской клинической больнице хирурги провели операцию на пищеводе по новой методике. В чем ее суть, расскажет Ирина Волкова. На операционном столе мужчина, который несколько лет назад проглотил аккумуляторную жидкость. Глотка, пищевод и желудок сильно повредились, ожоги затянулись, но при этом сузился пищевод. Его нормальную величину сейчас восстанавливают из ткани желудка. При этом на теле пациента делается всего лишь несколько надрезов. Это мини-инвазивное хирургическое вмешательство. За манипуляциями с внутренними органами врачи следят через экран. У нас имеется видеонадоскопическая стойка. Появляются современные сшивающие аппараты, которые позволяют формировать именно из желудка трансплантат, который мы пересаживаем на шею. Операции по восстановлению пищевода в год проходят 15-20. С малым доступом и минимум разрезов только вторая. Пациент, которого прооперировали 8 июля, на следующий день смог самостоятельно встать. Для сравнения, после открытых операций пациенты лежат в реанимации несколько дней. Сокращается и время восстановления. Уже через две недели больного выписывают домой. Ситуация крайне серьезная. Просим репостов и огласки. Так начинается пост в социальных сетях от студенческого ветеринарного отряда «Зверополис» при Чувашской сельскохозяйственной академии. До ребят, которые много лет ухаживали за лошадьми в конном манеже при санатории Чуваши, дошла информация, что манеж закрывают, а лошадей продают. Типичная, казалось бы, ситуация. Однако молодые люди уверены, дальнейшая судьба лошадей и пони незавидная. Ольга Пырочкина подробнее. Еще недавно лошади и пони конного манежа при санатории Чуваши выступали в роли моделей на фотосессиях, снимались в роликах и фильмах. Сейчас людей с камерой даже близко не подпускают к забору манежа. В съемках нашему телеканалу отказали, что, впрочем, неудивительно. Участники студенческого ветеринарного отряда «Зверополис», которые в том числе ухаживали за лошадьми, распространили следующую информацию. До нас дошла информация, что конный манеж при санатории Чуваши закрывают. По информации, которую мы получили, небольшая часть лошадей будет продана в частные руки. Большая же часть животных будет продана на скотобойню. Будущим ветеринарам-волонтерам объяснили, манеж приносит одни убытки. То, что якобы у нас убыток 5 миллионов в год. Поэтому нам сначала поставили условия, чтобы мы продали 5 лошадей. То есть для того, чтобы хоть как-то выпраться. Ситуация не изменилась, и продажи теперь подлежат все питомцы манежа. Эти фотографии мы получили сегодня от волонтеров. Вот в такой неприспособленной машине, в которой с трудом помещается даже одно животное, две лошади и два пони увезли в Нижегородскую область. Их судьба теперь неизвестна. О том, что ждет остальных, будущие ветеринары знают больше и от этого не легче. Сначала рассказывали о неком мужчине тоже, который из Батарева, который должен был запрать этих лошадей на мясо. Потом, как только мы подняли кипиш, пробились в СМИ, нам сказали, что продадут уже другому мужчине. Он рассказывал о том, как все хорошо, показывал фотографию, что у него там лошадиный рай и все в этом духе. Мы сначала поверили, думали, ну хорошо, девчонки будут в хороших руках. Потом, позже мы подняли связи, подняли знакомых конников. Конники России все друг друга знают. Выяснилось, что он простой аферист, который выкупает старых лошадей, открамливает их и потом сдает на бойню. Сам он занимался когда-то бегами, но я не уверена, что ему лошади, 25-летние, нужны для бегов. По мнению студентов, вопрос можно решить гуманно. Они нашли агрофирму, которая готова взять лошадей на постой, чтобы те спокойно дожили свой век. Но выкупить животных за деньги они не могут. Конечно, санаторию, которая сейчас в трудном финансовом положении, это невыгодно. Буквально неделю назад, после вмешательства прокуратуры, руководство погасило почти 6 миллионов долг по зарплате перед сотрудниками. И все-таки лошади – это не просто имущество. Хотя по российским законам именно так. По-моему, тут вопрос об ответственности. И именно о человеческой ответственности, о братьях меньших. Это же не бабочки-кузнечики. Это животные, которые сопровождают человека на протяжении тысячелетий. Нужны были – отлично, будем привлекать туристов. И вдруг менеджеры неправильно сработали, значит на колбасу. Гадство какое-то в этом всем. Вот так вот много лет приносишь деньги, помогаешь людям, больным здоровье возвращаешь. Да и просто радуешь. Вместо спасибо и достойной старости – на убой. Закрытие манежа обсуждают в интернете. Написал об этом и известный российский блогер Илья Варламов. Пока мы готовили материал, стало известно. Оставшихся лошадей увез человек, в репутации которого и сомневались волонтеры. Впрочем, и здесь не все потеряно. Студенты из Верополиса надеются, что смогут выкупить животных обратно. На это есть около месяца. Интересно было бы узнать и позицию руководства санатория. Однако на связь там так и не вышли. По какому вопросу? Вопрос такой. Как вы знаете, сейчас людей, жители республики, волнуют ситуацию с конным манежем. Вот как там обстоят дела? Что в действительности происходит? Угу. Контактный номер остались. Пожалуйста, перезвонят. Ольга Пырочкина. Андрей Шоклев. Республика. И как стало известно, волонтерам ветеринарного отряда все же пообещали, что они смогут отслеживать судьбу питомцев. В ближайшее время они планируют навестить лошадей на новом месте. И к другим темам. Профильные смены в детских загородных лагерях по-прежнему популярны. Наша творческая группа побывала в военно-спортивном лагере «Патриот». Здесь открылась вторая смена. Выходила на берег Катюша, на высокий берег на крутой. Здесь нет различий по полу, физической нагрузке и социальному положению. Задачи и цели перед ребятами стоят одинаковые. За семь дней и ночей пройти курс военной и физической подготовки. Заодно и понять, что такое настоящая дисциплина. Мы сюда стараемся привлечь в том числе и подростков, которые находятся в трудной жизненной ситуации, для того, чтобы они действительно были заняты летом. Для них здесь организованы различные мероприятия, не только, скажем так, тематические военные, но и культурно-досуговые. Для того, чтобы действительно ребята сдружились, получили какие-то новые навыки, появились новые интересы. И затем уже после окончания данных лагерных сборов они нашли себя в новых кружках и секциях. Палаточный лагерь на базе Чебоксарского аэроклуба организуют шестой год подряд. Из городского бюджета на это выделяют немалые средства. Они уходят на поддержку материально-технической базы, организацию пятиразового питания. Еще одна обязательная статья затрат – круглосуточное видеонаблюдение. Я спокойно за своего ребенка посмотрела, что и аккуратно так все. Самое главное то, что их воспитывают, посмотрят, что такое это. Это будущие солдаты наши, так что очень хорошая подготовка. Антон Мольеров в лагерь приезжает уже второй раз. Он выбрал профессию военного и считает, что навыки, которые он здесь получит, ему пригодятся. Объясняли, что такое радио. Предлагали прийти вообще в кружок по радиослушателям, разговаривать на расстоянии по азбуке Морзеса. Можно переключаться во всякие разные города. Вот при нас они только что переключились в город Сочи. Юрий Сеткин – летчик, человек в республике известный. Его сын тоже проходит обучение в этом лагере. Хочу, чтобы мои сыновья тоже были достойными защитниками Отечества, нашей Родины. Я надеюсь, что вся эта подготовка, которая здесь проходит, пригодится ему в службе вооруженных сил. Один взвод в лагере состоит полностью из девчонок. Пришли они сюда по собственному желанию и не пожалели. Для развития себя, собственного я, для развития физической силы. Ну и очень хочется совершить прыжок с парашютом. В будущем мы хотим связать свою жизнь с военным. С военным делом. Перечни обязательных дисциплин, строевая подготовка, навыки рукопашного боя, сборка-разборка оружия. И, конечно, знакомство с техникой безопасности при прыжке с парашютом. 121, 122, 123, кольцо, купол, тихо и сног. Лагерь работает весь летний сезон. Так что у желающих есть еще возможность туда попасть. Ольга Алексеева, Павел Иритков, Республика. Народному поэту Чувашии, известному переводчику Геннадию Айги, в этом году исполнилось бы 85 лет. Знаток литературы языков часто приезжал в Чувашию. Творчество Геннадия Айги волнует умы читателей уже не первое десятилетие. Его стихотворения неординарны, метафоричны. В своих произведениях прославленный чувашский поэт особое внимание уделял не рифме, а ритму стиха. «Он свободный, а свободой управлять очень трудно», – говорил Геннадий Николаевич. Он и сам был удивительно свободным по духу человека. В честь этой юбилейной даты Национальная библиотека проводит акцию «Мир читает Айги». В ее рамках отберут лучшие авторские видео с чтением стихотворений поэта. Национальная библиотека готова помочь снять видео в своих стенах на свое оборудование. Лучшие видеосюжеты соберут в отдельный фильм. Он пополнит фонды библиотеки. В Чебоксарах прошли всероссийские соревнования по легкой атлетике памяти первой Олимпийцы Чувашии, заслуженного мастера спорта СССР Арделеона Игнатьева. За медали турнира боролись более ста спортсменов из Чувашии и других регионов страны. Генеральная репетиция перед главным стартом года. Ведущие легкоатлеты страны собрались в Чебоксарах, чтобы еще раз проверить свои силы и познакомиться с площадкой. Именно на Олимпийском пройдет 100-й чемпионат России. Условия в эти дни были почти боевые. Дождь и сильный ветер не дали продемонстрировать максимальные результаты. Москвич Артем Арсланов победил в беге на дистанцию 40 метров со временем 47,12 секунды. Его рекорд 46,78 секунды. Первый раз на этих соревнованиях в Чебоксарах уже давно не было стартов. И вот наконец-то дождались. Бег на 100-400-800 метров, метание диска, прыжки в высоту и длину. Спортсмены из Чувашии завоевали 8 медалей разного достоинства. Сергей Морозов взял золото в прыжках в высоту. Он покорил планку в 2 метра 10 сантиметров. Всегда уверен в своих силах и постараюсь сделать так, чтобы это было видно. Мы с тренером настроены попасть в основные соревнования чемпионата России по легкой атлетике. Получится ли это сделать у чувашских спортсменов, узнаем на следующей неделе. Юбилейный чемпионат России по легкой атлетике стартует 24 июля. Это все новости на сегодня. Я с вами прощаюсь. До завтра.